Добрый вечер, дорогие коллеги! Друзья, у нас сегодня интересный семинар, который посвящен культурологическому осмыслению процессов, которые происходят на севере России и происходили в последнее время. Но нам предлагается другой вокабуляр, исследователь, который работает долгое время, более в глобальном масштабе. И, например, если мы, говоря о культуре севера, мы больше пользуемся такой терминологией, как традиции. То есть сама вот эта терминология, она принадлежит, по сути, эпохе модерности, то есть индустриальности. Он же предлагает немножко другой вокабуляр, он говорит о социальных инновациях в дизайне. И проект «Культурные тропы» планировался уже достаточно долгое время, и он работает на нескольких территориях, то есть это Финляндия, Швеция, это Норвегия и, соответственно, в России. Мы попросили нашего участника рассказать именно о том, что он делает в России. Хорошо. 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 Сегодня мы проводим интересный семинар. Это относительно того, что рефлекция, о чём, 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 о чём. Whereas here in the north we use such words as traditions, modernity, whereas this artist and researcher will speak about social innovations in design. The project has been developed for some time. It covers such countries as Finland, Norway, Sweden, Russia. So let me tell you more about it. Прежде всего, да, тоже хотела уточнить, что форум проводится, семинар проводится в рамках Арктического форума искусств, который проходит четвёртый раз. И уже под конец форума, форум открылся выставкой искусства малых народов в октябре, затем у нас был симпозиум, где, значит, как раз тоже предлагались различные прочтения междисциплинарных различных тем, которые связаны с Арктиком, с нашим регионом. И вот, собственно, мы заканчиваем, да, у нас уже одно из самых последних мероприятий, этот семинар. Чем он связан с предыдущими форумами? Прежде всего, в 2016 году мы провели форум, первый форум в Архангельске с темой медленной культуры. Сегодня, который замин dramatically выставлен из подготовки к Арктик Арктикий форум. This year's forum started with an exhibition of art of small peoples and then the symposium about interdisciplinary topics took place. And today we are finishing this year's forum with this seminar. How is the seminar connected with the forum? In 2016 we held the forum. The forum's topic was embodied knowledge. Embodied knowledge. And we had to negotiate the right to use the visual imagery for the forum with the copyright holder. Of this material, which is at St. Petersburg Museum, Kunskanra. Для жителей севера России обнаружить эти фотографии было, конечно, большим событием. И для нас, как специалистов по искусству, по визуальной культуре, это тоже было открытие, открытие своей собственной истории. To see those pictures was for local residents of the north like a discovery. And for us, специалистs in arts and culture, this was also a discovery. Мы можем говорить о нескольких поколениях людей, которые выросли в контексте, где эта культура была практически... Её практически не было. То есть она исчезла. Каждодневность, то есть если мы говорим о дизайне, если мы говорим об архитектуре жителя севера, то различные артефакты, которые принадлежали этой культуре, они находились в основном в музеях, либо можно их было найти в деревне, если отчество повезёт. Several generations grew up in a context where that culture disappeared. It was not present anymore. Artifacts belonging to that culture were either in the museums or in the countryside, in rural areas. У нас, собственно, был плакат первый. Как раз мы сделали вот эту фотографию Николая Шабунина, сделанную в 1906 году на музейне. И у нас, собственно, эта фотография, она стала лицом, что ли, самого-самого первого форма 2016 года. We took this photo made in 1906 in the музейн district of the Akangas region for our forum in 2016. So it was the cover image for, the front image for our forum in 2016. Кураторский текст, который был написан, он был посвящён... В принципе, это были формулировки, которые повторялись из форума в форум. То есть, что такое знание, где мы получаем наше знание. То есть, люди, которые получили образование в школе и в университете, не знали того, что было изображено на этих фотографиях. Что такое знание? Это один из главных вопросов, который мы задавали в 2016 году. И пытались искать им ответ на выставках, на семинарах. The curator's text for that forum mentioned the wording used repeatedly later on at other forums. And we put forward the basic question, which is, what is knowledge? Where do we get our knowledge? So these were major questions set in 2016. И, соответственно, семинар, который проходит сегодня, нам кажется, связан с темой первого форума, которая... и теми вопросами, которые мы задавали, и которые до сих пор остаются открытыми. And today's seminar is connected with the questions and the topic of that seminar in 2016, or in that forum in 2016. Большое спасибо. И, значит, да, то есть форум этого года проходит онлайн по причине коронавируса, и что накладывает свои ограничения, но накладывает какие-то возможности. Да, и мы хотели бы вот в рамках этого семинара продолжить эту дискуссию, да, но уже совершенно другой перспективы, где куратор, у которого, в принципе, тоже есть такой бэкграунд периферийный, да, но он использует наиболее, как будто новейшую терминологию для обсуждения аналогичных вопросов. This year's forum is held online due to the coronavirus pandemic, and it brings restrictions as well as possibilities. And we would like to continue the previous discussion from another perspective. Curators with the periphery background will use new terminology. Значит, Хавьер, да, могли бы вы, пожалуйста, рассказать о вашем проекте сначала о своем собственном бэкграунде, да, потому что у нас не так часто присутствуют кураторы с латиноамериканским бэкграундом. Если мы говорим даже о научной точке зрения, то именно в Латинской Америке и в Индии, например, деколониальные перспективы, они наиболее как бы развиты, что ли, тот вокабуляр, который мы хотели бы, может быть, применить на нашу территорию. Но, Хавьер, расскажите, пожалуйста, про ваш художественный кураторский багаж, который вы нам рассказываете сегодня, и главная идея вашего проекта «Культурная тропа». Гаррия, вы застёки, пожалуйста, всем? Продолжение следует... First of all, I wanted to thank Artic Art Forum for the opportunity for us all here present to share our perspectives in regards of cultural paths and our practices. My name is Javier Rodriguez. I'm originally from Venezuela and have lived in the UK most of my adult life. Both places have very much informed my practice and journey as an artist and researcher, which is why we thought that it's important to share with you my personal experiences that have led me to work in the rural context and most recently with this project Cultural Paths. So I'm going to start by telling you a crucial period in my journey where my practice shifted and got focused on the rural domain as such. This was a period where my work was very much engaged in the different political realities occurring in Europe that contrasted with the Venezuelan policies that the presidential period of Chavez at that time in 2008 and 2009 were putting on the table. In particular, the land reforms and food sovereignty that were brought forward back then. The end of this is another conversation that we can have another time because, you know, this process ended up not very well because of the bureaucratic, you know, machinery on top of these reforms. I would like to tell you about one of the most important periods of my life in my life in my life in my life. It's the work that I was performed in relation to the political reality in Venezuela. There was a period when Hugo Chavez was president, and in particular, in 2008 and 2009 there were certain political processes. It was mentioned that there was some kind of food independence, sovereignty, which is a particular process for Venezuela. And that process, which was announced by the government, was not done very well because of the bureaucratic. So I was invited by an old friend of mine, a professor of agroecology and biology in Caracas, to join him and his activist group on a fascinating journey, really, looking at the potential of this historical period in Venezuela in regards to food production and the Indo-Person movements present in the country, that we're working towards implementing ethical agricultural production, on one hand, away from what can be seen as a colonizing framework that exists within the monocultural practices that we have at play nowadays, with big corporations such as Monsanto and Western agribusiness models behind it. My friend and professor of Caracas invited me to look for a lot of research, to look at the process of these processes, and we studied the food production, maybe even the environment, the environment, the environment, more than I would say. It was mentioned as an ethical environment, it is called ethical, which is called the environment, which is called the environment, maybe it is in the sense of the environment, А когда одна культура выращивается? Традиционные ценности представляют традиционные семена используемые в сельском хозяйстве, а также традиционные методы ведения сельского хозяйства, те практики, которые использовались местными жителями на протяжении веков, и они имеют значение для обеспечения пищевой суверенности. Пищевая суверенность является очень важным для развивающихся стран, в том числе Венесуэлы, потому что она позволяет не зависеть от могущественных мировых корпораций и начать какую-то независимость от кондиционных практик. As an artist, I was primarily interested in exploring this opportunity and see the different ways in which art and visual culture could aid communication strategies to disseminate in a wider context the importance of social ecology principles and the potential of food production to engage communities in practical and beneficial ways. In a nutshell, social ecology proposes an inevitable fact that there can be no environmental change without taking into account situated social realities and vice versa. That is, change cannot occur without taking into account our relationship with nature and the environment. Как художнику или человеку искусства, мне было интересно быть вовлеченным в традиционную культуру и традиционные практики. Я работала с принципами социальной экологии, которая предвигает тот факт, что никаких социальных перемен быть не может в отрыве от связи с природой с экологией и наоборот. Это все взаимосвязано, экология и социум. So this coincided with my wish to an impulse to find a shift from artistic production that engaged solely on critical theory and discourses that felt rather defeatist and counterproductive in the sense of making any change whatsoever by working within the art world back in the UK at an individual or collective level. The period of research had a profound impact in the way I would start working from then and as it opened close contact with the rural domain and its immense potential to engage with cultural expressions in the territories of culture, you know, in the rural territories. Для меня это была та, видимо, поездка, была мотивацией изменить центр внимания от исключительно художественного проекта или практики на осмысление критической теории. Тот период исследования имел для меня очень большой потенциал и ту тему, которую я поднимал, они были особенно интересны посмотреть в сельской местности. So there was not only the food dimension in this case, but also it made me identify the vast potential for creative engagement within the multilayered cultural realities that me as an artist and researcher could manifest as well as a necessity to engage with communities and invite a multidisciplinary approach to the way I could carry out my work at that point. Подход, с точки зрения пищевой суверенности, сочетался с креативным подходом и с необходимостью воспринимать реальность как многослойную культурную реальность. Я был вовлечен в процесс общения с местным населением. Это исследование период culminated back в Лондоне с созданием моего проекта «Стандарт-Thinking», а разработка платформа seeking to explore positive and practical метод that could influence change at a personal and community level. The logical attempt for me at that point in order to convey these ideas was to generate a publication, together with my partner at the time, under the name of Fields. This publication was looking at historical development of Western hegemony as a civilatory force, its negative effects, and the potential philosophical and practical approaches to counteract them, such as the notion of social ecology, permaculture design systems, and sustainability approaches as frameworks to consider in making tangible changes. Логическим результатом моей работы была публикация, книга под названием «Поля. Стандартное мышление», в которой поднимаются такие темы, как развитие, западная гегемония и их отрицательные стороны, а также устойчивость, как способ борьбы с отрицательными сторонами западной гегемонии. And as a referential note, just that we have as an MVP, Carlos Monleon, who is a practitioner that I have collaborated many times since then. It is when this publication comes to the fore that I become acquainted with Carlos, because he was working at that time with the project Inland back in Madrid, and they therefore picked this publication to be translated into Spanish, which was a process that I engaged with Carlos, and then they published it in their sort of collection of publications, speaking specifically about the peasant movements, just not only in Venezuela, but obviously all across the globe and the global south, as well as peasant agricultural methods and agroecology in general. В процессе издания этой книги, работы над этой книгой, я познакомилась с Карлосом Муньоном. Я организовала перевод моей книги «Поля» на испанский язык, и вот так мы и познакомились с Карлосом. В дальнейшем с ним участвовали как коллеги в нескольких проектах публикации книг, и нашей общей темой было крестьянское движение не только в Венесуэле, но и на глобальном юге. Now, to move forward in time a little bit, my interest in the notion of sustainability and cultural practices that could inform and influence positive change became central to my work as a result of this research that I did in Venezuela, etc., and with standard thinking, leading me to question the very notion of such a term sustainability. What is it that we want to sustain is one of the first questions that comes into my mind. And as a result, I started to kind of practically doing a visual exercises such as this diagram that I'm presenting, as well as how practically I could create a working framework that I could implement in my way and in my way that the work I could implement it in the rural domain. Notions of regenerative visions and systems of action became more appealing to me, a notion that shares some of my early understandings of social ecology and permaculture systems as a practical approach. This diagram was produced as a visual aid for me to take into consideration four fundamental areas to move forward in my practice, that is, nature, education, culture equals people, and the economic dimension. In my own research, which started in Venezuela, I studied the issue of stability and положительные изменения, которые устойчивость приносит для социума. The issue of stability is related to what we wanted to maintain in the result. Кстати, на экране вы видите те диаграммы, которые я специально разработала для того, чтобы показать те рамки, в которых я работаю, и понятия. Это социальная экология, конечно, и четыре фундаментальных сферы, в которых я работаю. Это природа, образование, культура и экономическая демократия. So, inevitably, the questions of values had to come to me in the playing field when considering motivations and ways of producing and acting in a sustainable way with my practice as an artist and member of society in general. As by answering this, whatever framework of work will dictate fundamental approaches in the way that we can act upon with our practices, with projects, etc. So, these are formulations that I put aside, which are really fundamental things that me, as a human being, or as a practitioner, I have to inevitably question myself, okay, from this sort of premises, I can start kind of like, you know, organizing or sort of promoting a certain set of lines of action, which I think is very important, especially when we're speaking about sustainable discourses. Отсюда возникают вопросы видов ценностей, которые я перед собой ставлю. Для меня важна ценность, во-первых, действия или деятельности, которые осуществляются при использовании устойчивого подхода, и производства. Это вот фундаментальный подход в моей работе, да, вот ценность, устойчивость, и это те формулировки, которые для меня являются тоже фундаментальными, потому что я как человек, как практик в сфере искусства, как человек из сферы искусства, исхожу из этих предпосылок. Для меня важно продвигать такую деятельность, где ставятся именно эти вопросы ценности и устойчивости. So then I will move into this, I'm going to just read this quote from the current slide. This is a quote that I've taken from Fields, which is actually from Boris Groys, which I found very relevant in regards of my present work in the rural domain, in the sense that I believe it is precisely in these territories that the so-called elapsed forms of life and doing are still present. И сейчас перейду к цитате, которая на этом слайде распределена, из той книги Поля, которую я написал. Это, мне кажется, очень актуальным в данном контексте. Вот первая мысль – это то, что архив, форм жизни, которые ушли в прошлое, может в любой момент превратиться в план или образ будущего, прообраз будущего. И, просто к этому, для меня было очень видно, в моей жизни и в следующей серии, в России, в Европе и в Европе, в том числе, в Европе, как и в Новый год, что я считаю, эти элапсы формы, как Борис Кройс Кройс, очень живут в мире, и очень живут в мире, Эта цитата является результатом моего опыта как в Венесуэле, так и в европейских странах, опыта моей деятельности, потому что те формы жизни, которые ушли в прошлом, могут стать живым источником при планировании наших шагов в будущем. То есть мы можем изменить свою деятельность направленную на будущее в любой момент. Я думаю, что мы можем изменить свою деятельность в том, что мы можем изменить свою деятельность. И специально, как и артист, и как и культуры продюсер, я думаю, что в множественном направлении, мы можем изменить свою деятельность, чтобы мы можем изменить свою деятельность. И мы можем изменить свою деятельность в том, что мы можем изменить их. Но я думаю, что эти discoursи должны быть повернены. И поэтому, возвращаясь к концепту устойчивости и регенерации, их культурное выражение в сельских территориях является более легко обнаруживаемым. Это культурное выражение обоих понятий могут дать нам информацию в большом объеме. Для меня, как для человека искусства и как продюсера в сфере культуры, именно это важно – брать пример не из городских практик, а из сельских практик. Потому что до этого все было каким образом построено. Эксперты из города говорили людям, проживающим в сельской местности, что и как делать. Но Хавиль считает, что данный дискурс должен быть направлен в обратную сторону. Именно в сельской местности можно много чему научиться, и понятия устойчивости и регенерации могут быть принесены из сельской местности в город. ПО РАЗМИР, М.ЛОДНИКС. ПО РАЗМИР, М.ЛОДНИКС. У нас опять мы расскажем, что это будет больше о том, что я принимаю в том, что я принимаю в том, что я принимаю в том, что культуры, как и для других площадок, я решила, что это будет очень важно, для того чтобы создать методические программы, such as social innovation frameworks in the making of the project in order to manifest sense-making interventions that take of course into account the local sphere, its makers and interests so that it can lead to the implementation of projects that are valued in the local context and have a longer shelf life as a result. Cultural Paths in a nutshell seeks to implement a working network across rural areas in the north looking to revise and disseminate traditional culture in tandem with contemporary sensibilities with its potential to inform sustainable approaches and understanding of sense-making approaches in cultural production at a local level of course and the diagram that I'm just presenting as you see is a visual aid that helps me to navigate the working approach in the projects that we are seeking to manifest within this experiment that we have taken into the north and I will speak a little bit about these processes so you know we see or the social innovation design frameworks kind of see this sort of you know step into making any before you make any decisions you make this blueprint to kind of follow up so you identify obviously the place where you're going to be working you identify the aims of what you want to do you're situated with the people that you are kind of working within and then so that you can make sense for you know the steps ahead that you're going to be taking in consideration with a project that you will be implementing in a local you know in the local domain and then from that from this sort of understanding then you can start you know processing a co-design exercise with the people that you are going to be working i.e. practitioners local you know in the rural domain artists that you are going to invite the resources or you know предлагает Хавьер продвинуться во времени и перейти к его проекту культурные тропы на слайде представлена диаграмма которую сам Хавьер разработал для того чтобы продемонстрировать рамки разработки социальных инноваций здесь привлек на местном уровне то есть все происходит именно на локальном местном уровне и здесь вовлечены такие участники как сами производители культурных практик стратегий со дизайн то есть совместный дизайн данный проект культурные тропы является сетью цель которой возрождение и распространение знаний о традиционной культуре и это является культурным проектом данная диаграмма помогает Хавьеру представить свой проект в котором он сначала определяет цели потом место где данный проект реализуется затем получается все это должно иметь какой-то смысл именно на локальном уровне ответив на эти вопросы о целях мести и смысле этой деятельности идет на основе ответов на эти вопросы формулируется уже деятельность которая связана с совместным дизайном видимо практик меселом практик меселом дизайном a project to actually take in consideration a more kind of global sort of you know understanding of the place where I'm going to be you know developing work and the co-design the strategies which obviously take in very you know in in principle consideration the makers in order to activate whatever outcome that we want to you know to manifest into you know in the in in the future projects they're not necessarily have to work in a sort of you know in a in a sort of linear way all of this sort of steps that the diagram is presenting they're obviously because it's like based on you know human conversations of course they're also kind of interlinked and they're you know these stages are kind of you know like mixing in the in the process that you are kind of like developing these ideas so it's not like a very linear and kind of like you know a fixation related sort of line of thought but actually it's trying to to present the alternative actually to make it a lot more organic the process практичность такого подхода позволяет авьеру сформулировать глобальное виденье его проекта представить его более глобально со стороны и вот сочетание таких элементов проекта как совместный дизайн производители стратегии деятельность это все определяет будущий проект более детально и они данные элементы не обязательно работают линейно они взаимодействуют все происходит на основе диалогов между людьми и хавер подчеркивает что хотелось бы подчеркнуть альтернативность существования альтернатив а не только это четко линейно заданная цепочка событий and as well just to add as a final thing on this um um kind of blueprint design is like this will be this necessarily will always be uh changing according to the situation where you are you know situating yourself the people the organizations the territory that you are dealing with and this would necessarily change you know like in the outcomes the ideas etc that you are applying this in relation to the resources and the uh the knowledge that you are encountering with если добавить к разработке прообраза будущего проекта то хавер подчеркивает что все будет изменяться в зависимости от ситуации на месте в зависимости от тех людей с которыми вы работаете в проекте и как результаты так и задачи идеи проекта будут меняться со временем right so i'm just going to move a little bit ahead now um with the uh the work that i started to do in the russian uh context uh in particular in the murmans region in the white sea coast uh so this very approach is the one that i have been seeking to implement in a practical manner which is reflected in my initial contact with the north of russia in particular with the white sea coast that i just said and with the help of irina which will be uh following uh this conversation which gladly you know she's now a partner of the cultural parts network as such as an initial exercise a necessary field work uh was needed in order for me to identify the very basic unnecessary understandings of the regions um back in the summer 2019 this exercise followed the first stage of the diagram that we just saw identifying aims together with local makers situate ideas in the local context in order to propose a coherent proposition that makes sense in the local context uh the trip was an amazing eye-opener for me uh personally to the vast uh natural and cultural wealth uh that exists in this area i had the opportunity to visit various villages along the white sea coast uh together with both irinas um and was into and was able to introduce uh to cultural and tourist experts um irina volkovova and excuse my russian um who explained uh and showed uh this extraordinary uh material and possibilities uh the trip ended in barzuga in this uh an amazing beautiful village at the end of the you know in my in my understanding of the world the end of the world uh as i understood it at that point uh where i had the privilege uh to meet with this extraordinary man called peter sabourcishov um with a village elder uh promoting local heritage and practices and he's the person running the modest but beautiful local museum of barzuga uh this conversation was absolutely fascinating for me and a very exciting one that still is very present in my imagination and it's very present in my mind um this included the value of local craft uh the building techniques that he knew and i can't you know i'll let you now carry on и сейчас перейду к рассказу о проекте который я реализовал территории россии в частности мурманской области данный проект отражает подход который я представлял до этого и я начал с полевых исследований на берегу белого моря в мурманской области с помощью ирины которая стала моим партнером в проекте культурные тропы на начальном этапе проект включал себя полевые исследования летом 2019 года хавьер посетил несколько деревень на берегу белого моря и это как раз отражает те рамки которые он представил на слайде определить выявить место и производителя местных производителей эта поездка стала открыла глаза хавьеру ирина волкова была на фотографиях которая как раз очень много чего объяснила очень много показала его путешествие его поездка закончилась деревне варзуга мурманской области и для него это было как край земли практически также был на фотографии был старейший на деревне петра он показал музей хавьеру и разговоры беседы с петром жителем той деревни были очень интересны очень полезны для хавьера он открыл ценность местных ремесел so um so this conversation i ended up on this line so this conversation included not only the value of of the work he did very well and um you know architectural techniques that were used locally in in this beautiful village but as well he spoke uh very uh lengthly about um these uh techniques uh of food production and kind of you know very basic self-sustaining uh practices that have existed in this village for you know for centuries such as you know the salmon fishing uh which um are in danger of disappearing at the moment thanks to you know ecological disturbances that have you know occurred thanks to top-down policies that have been brought from you know from central government which have seen a very you know dramatic decline in the in the availability for the local people to actually you know harvest the fish and they have been sort of you know forced to to use other techniques or more modern techniques to increment you know the output of of the fishing processes which you know is like is resulting in a very sort of you know worrying situation for him personally and this that is what I hear from Peter and this conversation ended with an almost desperate plea from this beautiful guy to find you know he was just telling me you know he's just desperate to wait to find ways to disseminate the younger generations the invaluable knowledge that he himself and other peers that he's you know living in these communities withhold so that you know this uh these communities can actually have you know a better future and actually be a future at all because once this um these traditions are totally erased then you know a completely set of you know of um of realities will take place and possibly you know can be um can end in the dissemination of this village in itself uh perhaps or not hopefully not but that was a very sort of you know inspiring moment to hear from this uh you know very respected man this you know like this very um yeah i guess um yeah desperate me to actually you know to find uh conduits and and channels to you know to disseminate uh this beautiful culture that uh that is present in this area и этот разговор с петром старейшиной деревне получала информацию не только о ценности местных ремесел но и он архитектурных техниках которые использовались при строительстве в деревне а также о как люди обеспечивали себя в прошлом пищей самодостаточно, без зависимости от каких-то поставщиков. То есть пример приводился этого рыболовства именно на лосося. И данный вид промысла находится под угрозой исчезновения из-за политики правительства, из-за экологических неблагоприятных условий. И сейчас доступность данного промысла для местных жителей всё более и более ограничивается. Современные технологии уже используются, практически вытеснили традиционные техники данного промысла. И тот разговор Хавьера и Петра закончился тем, что Пётр выразил очень большую просьбу, связанную с тем, что его очень беспокоило. Это то, что нужно найти способы передачи этого бесценного знания молодым поколениям, потому что от этого зависит их будущее и будущее вообще этой деревни в целом. Потому что как только данные традиции исчезнут, на их место придёт что-то другое, и место потеряет свою идентичность. И это было настолько вдохновляющее для Хавьера, что этот уважаемый человек просил его найти способы передачи этих знаний. Ирина Болкохова тоже показывает мне очень преследовательный пример о том, что мы пытаемся выполнять в этих регионах. Ирина Болкохова, который ведёт по-другому, в котором она занимается много лет, я думаю, 9 или 10 лет, в Памор-Културал фестивале, что происходит в один из этих villages в этом регионе. Но это что Ирина, здесь, присутствует, и будет объяснена чуть-чуть более, когда она начинает говорить о том, что мы имеем в виду. Вся поездка в 2019 году состоялась благодаря двум Иринам, Ирине Волковой и Ирине, которая присутствует сегодня. Ирина Волкова показала Хавьеру, как в деревне проходит работа в традиционных промыслах и ремеслах. На протяжении 9-10 лет благодаря Ирине проходит фестиваль поморской культуры. И из того так называемого начального этапа проекта очень много для себя вынес Хавьер. И вместе с Ириной они осуществляют дизайн, видимо, некоторых объектов. И это уже получается второй этап проекта по диаграмме, который предполагал до этого Хавьер, совместный с местными мастерами. Ирина Волкова. Данный проект воплощает образовательные измерения, необходимые для того, чтобы... сформулировать достаточно разумно необходимость и продвигать данные знания в будущем и в современном контексте. Для чего? Для того, чтобы именно в современном контексте это позволит заинтересовать молодое поколение, которое уезжает в крупные города в связи с отсутствием каких-то... по разным причинам. И поэтому образовательные измерения очень важны для данного проекта. Ирина Волкова. Ирина Волкова. So now, lastly, I'm just going to move into the next slide. And I will briefly speak about this first experiment that was manifested within the idea of Cultural Paths as a project when it was in its germination phase. And this is where I first came into contact with the Nordic territories because I was asked to basically produce an artist in residency program for an organization in the Lapland region of Sweden. And the project Water Weaves with Carlos Mollion, who will be speaking after me, seeks to implement these strategies by inviting the artists to collaborate with a local weaver's association in a small town in Norbotten in order to produce functional textile items and designs to be included in a larger framework of work that collided with Carlos' interest in Sona culture. Теперь перейду к, так скажем, одному из моих первых экспериментов в данном проекте. Это в рамках этого первого эксперимента впервые Хавьер столкнулся с территориями северных стран. Проект, либо это отдельный проект, называется «Водное плетение» или «Вода плетет». Именно в рамках этого проекта также работал Хавьер с Карлосом Мон-Леоном. Они посетили шведскую Лапландию, то есть Лапландию, которая расположена именно в Швеции, ту ее часть. И там с местными мастерами, это, по-моему, Норботтен, приглашались другие мастера для того, чтобы произвести серию артефактов. Этот проект представлял собой интерес также для Карлоса Мон-Леона в связи с его какими-то личными интересами. So, the project wanted to create a variety of outcomes, including the collaboration between the artist and the local artisans interested in working with the rural domain, which is Карлос, in this case, as well as an experiment with possibilities of wider distribution and visibility of the work of these rural practitioners. But this is something that Карлос will describe in more detail in a few moments. But basically, the experiment was, you know, from making this collaboration in between the association, the artist will create a sort of functional towels that can be used in a public space, such as a sauna, as well as looking at possibilities to insert these actual towels into a wider distribution of economy, meaning, you know, local centers of Stona that could eventually sell these products and give, you know, the opportunity for development of a micro-economy for the association in itself to produce more of these samples. В результатами данного проекта было не только изготовить полотенца, сделанное вручную, но и чтобы сформировалось сотрудничество между мастерами. И в данном проекте акцент был также сделан на сельскую местность, именно мастеров из сельской местности. Карлос более подробно расскажет о том проекте. В данном проекте сотрудничали как отдельные мастера, так и ассоциации. Этот проект включал в себя также размещение сделанных вручную полотенец на каких-то общественных пространствах для того, чтобы был больший доступ общественности к ним, и это позволило бы продвигать и даже продавать данные полотенца и другие изготовленные элементы, продавать их в большей степени, более успешно. Мы тогда переходим к следующему участнику. Карлос Монлеон — это художник, лидер проекта в Мадриде, сельскохозяйственного центра, который работает на стыке различных практик по социальной экологии, и по тому, что в российской терминологии называется МХП, промыслы различные, а также практики производства еды. Он расскажет о своих проектах сам. Мы хотим дать плау к Карлосу, который расскажет нам о себе. Привет! Я очень рада, чтобы быть здесь. Спасибо, Диар Форум и Хавиэр, за приглашение. Карлос сказал, что он очень благодарен организаторам за то, что у него есть сегодня возможность представить свою презентацию, и также благодарит Хавиэра за то, что пригласил его в свой проект. Я буду начать с тем, как Хавиэр и я встретились в Лондоне, когда я работал в Лондоне для этого проекта Кампа Адентро, в этом направлении, в этом направлении, и мы встретились в том, как я работал в лондоне, и проводил разные проекты, которые бороться с этими инструментами агроэкологии, и как они могут быть применены в том, как артистической продукции, также в контексте современной артисты, и оборудовательных проблемах, и отношения между руральным и урбальным. Я бы хотела начать с того, как мы познакомились с Хавиэром. Это произошло в Лондоне. Я работал, как раз уже тогда работал с проектом Кампо Адентро, который можно охарактеризовать как проект в сфере взаимодействия искусства, современного искусства и отношения между сельскими и городскими территориями, а также в пищевой отрасли. До того, как я начал работу в проекте Кампо Адентро в качестве редактора и основного исполнителя, у меня был проект на севере Испании. Я был пригласен, потому что в то время я работал mostly through food as a way of bringing experiences to different audiences and reflecting on other mediums that were possible within contemporary art and widening the experiences possible within institutions of contemporary art. Меня пригласили в тот проект, потому что у меня было подработы в сфере современного искусства на стыке с, скажем, пищевыми продуктами или как бы с производством пищевых продуктов. В рамках этого проекта я и другой участник моей команды, Мария, вы ее видите на фотографии, исследовали традиции местной кухни или местной гастрономии. Такой подход нами используются для того, чтобы познакомиться с данной локальной территорией, потому что у данной территории очень большая гастрономическая история. Для нас было важно понять и работать с такой идеей, что пейзаж, ландшафт, это не только картинка, но и понимание того, что стоит за ним, а это давняя гастрономическая история. Одним из ключевых аспектов нашего проекта была работа с тем, как ухаживали и возделывали данную землю, потому что очень долгое время на данной территории жили фермеры. нас интересовали именно местные виды, например, местные коровы, которые были специально выведены для того, чтобы жить и пастись в горах и, соответственно, другие стада животных. Я хотел бы вам показать еще фотографии ландшафта. На данной фотографии вы видите большие тюки, в которых трава для коров на зиму. Однако летом температура высокая, поэтому трава в данной пластиковой упаковке, видимо, гниет, проходит процесс ферментирования, поэтому у данного ландшафта есть особый запах. То есть этим он отличается, и вы, попав туда, просто погружаетесь в данный запах ландшафта. Мы беседовали с местными жителями. Оказалось, что большая часть их — это люди пожилые. Молодежь в основном жила в городе, приезжала в данную местность только на лето. И для того, чтобы перекинуть мостик между городской и сельской местностью, мы сделали вот такое произведение искусства. Это тюки с травой в миниатюре, чтобы они именно в городе смогли продемонстрировать тот запах, который в сельской местности встречается там повсеместно. Чувствительный опыт, который мы хотели продемонстрировать в городе. И сохранение как традиций, так и знаний стало для нас вроде метафорой. Мы хотели сохранять их через, в том числе, объекты искусства. И вы видели карнавальную одежду, то есть та одежду, которую носят местные жители во время карнавалов. А также на предыдущих фотографиях вы видели заготовки, может быть, не знаю, правильно ли будет назвать их соленья, ну, что-то вот вроде этого, может быть, какие-то сладкие заготовки. Это тоже часть результатов проекта Карлоса и его команды. Они, кроме того, разработали меню, по которому можно было выбрать блюдо, чтобы попробовать. И это все готовилось по тем рецептам, которые они узнали в той местности, где у них была резиденция. История местных жителей также представляла значимость для Карлоса и его команды для того, чтобы представить ее и те ингредиенты, из которых изготовлены традиционные блюда. Перейду к следующему проекту, который был реализован в Финляндии. Это абсолютно другой ландшафт, и, однако, идеи были похожи. Мы воспользовались идеей сохранения ландшафта, его представления через органы чувства, чтобы можно было через органы чувства продемонстрировать особенности ландшафта. То есть, эта идея о экстинкционе или висаперансе became также очень важная идея для этого проекта. Таким образом, мы были рассмотримы от различных крупных impact sites, или различных крупных meteorites, которые fell в Финляндии много лет назад, и они как-то эродировали, но сейчас они были в лесах. Также в проекте была проработана новая идея исчезновения чего-либо. Команда Карлоса исследовала или искала следы метеоритов, которые упали на территорию Финляндии и остались на земле, но теперь уже эти места покрыты озерами. Они искали эти следы для того, чтобы взять образцы для реконструкции запахов, для представления запахов характерных для той территории. И это было в этой эксперименте, следуя и проработать разные ландшафты в Финляндии, что я стал известен с Эсона и начал понимать Эсона как инструмент, чтобы стать ближе к земле или к территории, в таком случае, как вы вытекли с Эсона, вы вытекли внутри кабина, и потом вы выходите в море, и потом вы вытекли с водой, и это циклит. Этот опыт позволил мне познакомиться с таким явлением, как сауна, которая в том числе позволяет людям быть ближе к природе, потому что после того, как ты буквально таешь, паришься в сауне, выходишь потом и опускаешься в озеро, и ты чувствуешь природу лучше. So what you see on the screen is one of the samples that we collected to make a different incense that would be then brought into the space and activated as different smell pieces. And we work with a local ceramicist to produce a series of vessels to keep the different incenses we make. In this case, it was made by a ceramicist based in Suomelina, where we were staying, and we used them as kind of vessels to keep the different incenses. This is back at the Galleria Augusta in Onsomelina, where we created a series of smelling stations where we represent the different landscapes of Finland. and we had visited. И все это происходило на острове Suomelina. Там был организован так называемая станция запахов, где были представлены запахи из различных ландшафтов Финляндии, которые посетила команда Карлса. And also in the process, we produced a series of textiles also based kind of on the experience of traversing Finland and thinking about these moments of exchange with the landscape. И в результате проекта мы также сделали ряд текстильных изделий, которые выражали Финляндию и ее отдельные ландшафты. And then this is like a very short exhibition that we had as a presentation within Onsomelina, which we then took to Madrid as a continuation of the project. So I like this idea of blurring the context and the boundaries between the experiences in rural areas and then bringing it back to urban audiences as kind of revaluating and reincorporating these experiences and knowledges that happen in more rural areas. На фотографии был зал, в котором были представлены результаты проекта Карлоса и его команды. После этого данная, можно сказать, выставка или экспозиция была показана в Мадриде. И Карлосу нравится вот это вот стирание границ между сельским и городским городскими территориями, потому что это позволяет включать опыт сельских территорий в чувственный опыт жителей города. На фотографиях жителей столицы Испании они, так скажем, поджигали определенные вещества и люди могли почувствовать запахи Финляндии. два-три года спустя был реализован еще один проект называют сауна в музее Матадор в Мадриде. Там была организована общественная сауна и внутри музея люди пересекались в ней и менялось их, наверное, отношение друг к другу. Идея сделать сауну как общественная точка внутри музея позволила реализовать, провести выставки, перформансы музыкальные, танцевальные. и все это было вокруг сауны расположено, поэтому именно идея организации сауны в музее была очень-очень удачной. На протяжении шесть недель сауна стала местом, где люди могли встречаться обмениваться какими-то своими знаниями, то есть такие вот неожиданные, незапланированные встречи это было очень интересным результатом данного проекта. So then I'll do a little insert here. This project Alma was kind of happening around the same time as the Sona because it was a long-term project and then I'll come back to the Sona experience. I'll just mention maybe a different kind of methodology or approach to looking at the rural from contemporary art. сейчас будет представлен проект Alma 2016-18 годов, то есть он был практически параллельно с проектом Sona и он позволил представить использование отличной от предыдущих проектов методологии, которая позволила также проработать отношения сельского и городского. Организация BAU которая находится в Кампо Адентро в Южном Тироле это территория Италина граница с Австрией там распространено сельское хозяйство и интересно было посмотреть на эту территорию с точки зрения различных территориальных притязаний этих двух стран на эту территорию на протяжении времени. Мы решили сделать фильм основываясь на различных сценариях и посмотреть на эту проблему с разных точек зрения. Мы решили сделать фильм методологии для интервью различных локальных экспертов которые были климат-соцентисты форестеры туристы туризм эксперты которые могли нам демонстрировать скрипты для этих фильм based на их испытания на территории и территории по территории интервью интервью в местных экспертов которые включали как ученых кематическ исследованию так и экспертов отрасли туризма которые нам помогали работать над фильмом и в том числе создавать сценарий этого фильма. На протяжении года мы постоянно ездили по данной территории, общались с так называемыми агентами, то есть с теми, кто являлся местными экспертами, и собирали факты для сценария. Фильм в результате включает в себя как архивные фотовидеоматериалы, так и снимки со спутника, так и современные фотографии. Например, вы видели фото крупнейшего яблочно-перерабатывающего завода. И вот на данной фотографии или кадры из архивных фотоматериалов, которые показывают, как на территории люди жили раньше и что изменилось сегодня. Идея разработки индивидуальных инструментов для работы на территории сегодня. Проектом в конкретном регионе представляется Карлосу очень важным. Например, вот сейчас у него другой проект в шведской Лапландии, в котором его пригласил участвовать Хавьер, который связан с сауной и с изготовлением камня. Идея данного проекта, которая все-таки связана с качеством, да? То есть это будет более точный термин с качеством. Это производство функциональных, полезных изделий и формирование сотрудничества с местными мастерами. Одним из этапов проекта была поездка в летние месяцы для того, чтобы познакомиться с саунами, их архитектурными особенностями, и тем самым понять для себя связь с водой. Они знакомились с архитектурными особенностями различных саун, и в том числе той, которой пользовались саамы, также их интересовало способ гидроизоляции. Здесь мы ищем места для того, чтобы разместить плавающую сауну, сауну на воде. И участвовать о различных местах, которые могут быть использованы для различных чаях, для медицинских целей, которые используются для заваривания травяного чая. В ходе проекта мы изучали то, каким образом идет воздействие сауны, купания в озере над человеком, каким образом люди передвигаются по ландшафту в данной местности. Мы знакомились с местными мастерами под качеству, узнавали информацию у них, в том числе, как лучше ткать полотенца для использования. в сауне. Теперь вы видите фотографии различных образцов полотенец, которые нам продемонстрировала местная Качевская ассоциация Швеции. В сауне. В сауне. В сауне. В сауне. В сауне. В сауне. Это тоже очень информативно для создания техники. В сауне. Затем мы приехали снова. В этот регион это было зимой, и взаимоотношение с ландшафтом казалось уже совершенно другим, и это нам было очень полезно в области ткачества также. So the textiles would also work as conversation pieces in the sauna as a way to talk about different ideas of the landscape and different concepts or the relationship between people and water, especially in the winter months when this is my print, this is my back in the snow after a sauna session. So it was really important to understand how much of an indoor experience the winter can be in this region. Yeah, so the image is Ronald's weaves, Ronald weaving his dog's hair, you can see here. Some of the drawings, some of the inspiration, here Ronald, some of the photos, and then you see some of the textiles at the end. And thank you. It's been a long time. It developed at the end of our festival. It's been a part of our festival. And it's been a long time to the roots. It's been a long time. Back to the roots. It's been a long time to the roots. Back to the roots. Можно ли я рассказать? Он только что закончился, неделю назад, да? Что-то было? Окей. Всем привет. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Спасибо огромное за приглашение. Я представляю птицу Баренца, Екатерина уже сказала. Фестиваль, который проводится в Мурманске, в этом году это был шестой год. Пять лет мы работали, у нас не было никаких тем, но в этом году, Екатерина правильно заметила, мы решили, что нам тоже нужно расти, развиваться, и мы действительно выбрали тему «Back to the roots», «Назад корням». Фестиваль должен был проходить в апреле, но по понятным причинам в апреле он не прошел, поэтому неделю назад это был такой сокращенный вариант «Baren's Bird Weekend» в гибридном, офлайн-онлайн формате. И в рамках этого векенда у нас была серия дискуссий, одна из которых было три дискуссии, и как раз тема одной была традиция, культурные коды в современном мире, где мы обсуждали эту тему. А также музыкальная часть показа фильмов и музыкальная часть. На самом деле я буквально пару слов скажу о том, как раз о проекте, который мы с Хавьером продолжаем над которым работать, и вот той самой поездкой, тем самым «Fill Trip», который был примерно год назад, прошлым летом на Терский берег, что, наверное, именно оттуда и пошла наша такая идея, тяга, когда вот я сама окунулась и приехала, я могу быстро показать несколько фотографий буквально, вместе с Хавьером на Терский берег, познакомилась с тем очень крутым сообществом и увидела то, что делают там люди. Вот, наверное, тогда мы поняли, что вообще-то здесь нужно копать глубоко, и над этим нужно работать. I would like to say a few words about the projects that we are developing with Javier and our field trip to Tersky coast of the White Sea, where that topic came from, because during our visit we met really great people who decided to develop this topic. I would like to show you some photos. Да, вот, собственно, это фсография с поездки, и действительно, что было важно, такие основные ключевые моменты – это сообщество, местное сообщество. And these are the key moments from our trip, and what was really, really important was the local community. То есть связь, общение с местным сообществом, именно через местное сообщество соприкоснуться вот с тем самым локальным контекстом, с той самой территорией. In other words, connection and communication with the local people, and touching with the local place through the local community. — Хавьер, мне кажется, достаточно подробно рассказал и о поездке, и вот у Пётра Прокопьевича Заборщиков, его фамилия, это человек, который не просто собирает, ну, то есть это человек, который сам своими руками создал, например, музей поморского быта, при этом действительно очень гармонично происходит его как раз работа вот с этими темами. То есть он не просто говорит там, да, о культуре, но и о том, действительно, как жили, это связь совсем с экологией, о том, как раньше ловили рыбу. Например, знали, что осенью нужно ловить щуку, и забыла название второй хищной рыбы, потому что если их не выловить осенью, потом, когда пойдет семга, эта рыба будет добивать семгу. То есть настолько, ну, меня лично поразила такая мудрость и такая гармония вообще, что захотелось как раз больше работать над этим, погрузиться, да, еще глубже от тем. И Хавиер described our field trip in a very detailed way. I would like to add a few things. Питер Заборщиков was the person mentioned. He not only created the museum of the Pamор lifestyle, but he was so harmonious with the way he presented its work, because he talked about not only culture, but how people lived, how they caught, how they went fishing. For example, in the autumn, you have to go fishing for pike, because if you don't catch it in autumn, it will eat salmon in the spring. So that was how harmonious and wise he is. And we, it's motivated us to work with this more. Да, и сейчас как раз мы продолжаем работать и с Терским берегом, да, определяясь тем, куда дальше, какую тропу, собственно, выберем не мы, а какую тропу выберут местные жители, и каким образом мы, используя наши знания, связи и так далее, можем помочь им, да, пройти по этой тропе. We go on working with the people from the Terskik coast of the White Sea, the way, which path the local community will choose, and how we will work with it. Я думаю, что я не буду больше занимать время, потому что действительно у нас его очень немного, либо огромное, да, можно писать Хавьеру, можно писать мне. Мы рады всегда сотрудничать и идти куда-то дальше вместе. I think I will stop at this moment, because we are really short of time. You can email me, you can email Javier, and I think we'll find ways to collaborate together. Большое спасибо, Ирина, за короткую презентацию и очень такую по делу. Да, к сожалению, у нас там почему-то не открылись слайды, был такой белый экран, но ничего. Я думаю, что можно зайти на сайт и можно зайти на социальные сети, все увидеть и все посмотреть. И мы переходим к нашему последнему завершающему спикеру, когда мы будем уже говорить про будущее, которое связано с Архангельской областью, которая являлась, собственно, Архангельской губернией, и территория Кольского полуострова, это была единая территория. Это известно каждому, кто изучал историю севера до революции. И, конечно, все то, что происходило на Терском берегу, аналогичные процессы происходили и на другом берегу Беломо, на Летнем берегу и на Зимнем. И я думаю, что Николай Выморков, который является одним из таких мощных локальных исследователей и долгое время занимается музыкальной деятельностью и работает в туристическом информационном центре Архангельской области, и, собственно, расскажет о своем взгляде и о возможном продолжении проекта Культурной тропы и на территории Архангельской области. Пожалуйста, Николай. So, thank you, Irina, for your brief presentation. I would like to give the floor to Николай Выморков, because he will speak about the way it will be possible to work with the Cultural Paths project on the territory of the Архангельск region, because Архангельск region and Kola Peninsula area was once a big one region. So, Николай, the floor is yours. Добрый вечер всем. Я немножко расскажу о своем бэкграунде, чтобы вы понимали, как я в это вляпался и почему я этим занимаюсь, а потом немножко расскажу, чем я занимаюсь. I will tell you a few words about my background to explain how I finally have gotten myself into it, and then I will continue with my current projects. Дело в том, что в течение, наверное, 30 лет, каждое лето я проводил в деревне у бабушки. И в итоге я до сих пор себя чувствую скорее больше деревенским человеком, чем городским, хотя мне приходилось работать в крупных корпорациях, жить в столицах и путешествовать довольно много и по России, и по Европе. As a result, I feel more a rural person than a city-dweller now, though I have worked in big corporations and have lived in the capital. Once we decided to make a band with our friends when we were teenagers, because it was a good way to travel around Russia, and we got into the car and went across the European parts of Russia, the Crimea, and even Scandinavia. Ну и в итоге, помимо всех обычных рок-н-ролльных приключений, которые в таких поездках возникают, мы привезли из них ощущение собственной идентичности. Мы смогли сравнить свою культуру, свою народную культуру, свои местные народные песни, народную архитектуру с тем, что есть в других странах и в других регионах. And in addition to the traveling impressions that we received from those trips, we discovered our identity because we could compare our culture, music, traditions with those in other countries. Ну и в результате я начал присматриваться более пристально к той деревне, в которую я ездил столько много лет и особо не замечал, что там есть, почему оно именно такое. И это было для меня большим открытием, потому что я обнаружил, что несмотря на то, что десятилетиями с севера вывозили народные ценности, менялись ландшафты, менялся образ жизни, то есть сельская цивилизация, скажем так, она уже превращается в городскую окончательно. Несмотря на все это, очень много осталось до сих пор. And it made me look at the village in a more attentive way. I have discovered for myself that in spite of the fact that for decades valuables have been brought out from the north and the landscapes changed, the lifestyle of northern people in rural areas has changed. In spite of this, there is still a lot that has survived. Ну и после этого я начал заниматься фотопроектами, исследованиями, много ездить по Архангельской области и натолкнулся на удивительную вещь. Я понял, что вот этот образ жизни, его не взять с собой в будущее никак, потому что жизнь меняется. И в то же время никак не взять с собой ни архитектуру, ни то, как дома расположены в деревне. Вот это вот гармонию, мировоззрение, которое выражалось абсолютно во всем. От маленькой деревянной ложки до огромной деревянной церкви. After that, I have started photography projects and did some research. I have traveled across the Архангельск region and a fascinating idea occurred to me that you cannot take that lifestyle to the future because it is changing. You cannot take the harmonious worldview starting from a spoon that people in the rural area use up to architecture that they are living in. You cannot take it into the future. Ну и в итоге мы решили вместе с моей женой использовать тот опыт, который мы накопили, живя в городе, чтобы создать экспериментальную площадку в деревне, где мы будем ставить на себе эксперимент, как это вот прошлое, наша культура может попасть в будущее. Какие ее части приживутся, какие не приживутся, как идеи современной, современного искусства могут взаимодействовать с историческим наследием. То есть мы решили столкнуть современность и традицию. Мы стали искать место в Архангельской области и нашли такую площадку. Называется это деревня Ровдина гора. Ровдина гора. Ровдина гора. Ровдина гора. Примерно 100 километров от Архангельска, 100 километров от Белого моря. Вы можете видеть зеленые пункты на карте. Это 100 километров от Архангельска, от Белого моря. Это, где Ровдина гора находится. и на этой фотографии. И на переднем плане вы видите такую разрушенную мельницу, большой кирпичный гараж. Это и есть основная экспериментальная площадка нашего проекта. Примерно в течение двух лет мы начали приезжать сюда сами, привозить с собой друзей, общаться с местными жителями и пытаться создать на этом месте, в этом гараже современный арт-центр. Во-первых, вся эта идея базируется на истории места. Мельница, которая здесь построена, она уникальна в своем роде. Это мельница голландского типа. И вот вы видите на этой фотографии изнутри управлялась она корабельным штурвалом. И это неспроста. Our idea was based on the history of the place. The mill that you have seen is of a Holland type and it was steered by a ship's steering wheel and it was not by chance. Дело в том, что 200 лет назад в этой деревне была крестьянская судоверфь и местные жители успешно строили торговые и промысловые корабли. 200 лет назад there was a peasants shipyard in this village and local peasants built ships for sailing and for fishing. Ну и, собственно, две эти идеи, мельницы и корабли, мы решили взять как основу традиционную для развития нашего проекта. And these two ideas, one connected with the mill, the other connected with the shipping, were chosen by us for this project. В гараже мы решили устроить небольшой музей, мастерскую традиционных лодок. The garage now houses a museum of ours of traditional boats. The idea is for our team to collaborate with boat builders, local boat builders who still remember the techniques and to build new boats with them and in this way attract tourists to the place. Ну и, собственно, в этом году мы уже построили одну лодку. This year we have built one boat. Второй момент, который мы стали развивать, это арт-резиденция. Our second scope of work was connected with art-резиденция. Поскольку наше тусовочное прошлое никуда уже не отрезать, не продать и большой круг знакомств среди музыкантов, танцоров, художников, всевозможных он тянется за нами как хвост, наш background, мы стали приглашать друзей на Робдино-гору и делать с ними вместе проекты. As our music performance background is always with us, you cannot cut it out from us. so we have invited our friends in music and other arts to be involved in our projects. And on our website, you can visit later for more information, you can listen to Владимир from Murmansk, who is the leader of drum band. The idea was for Vladimir to go along the village and to play to extract sounds from any object he came across in this way, making a sound picture of that place. Well, and as a social part of the project, this video features local people as well who joined Vladimir and making sounds from their objects and it was one common project. Another project is connected with the name of contemporary dance Alexander Kozin from Petrozavodsk who came for doing contemporary dance. in silence Alexander Kozin improvised contemporary dance within the space of the mill and we shot it and added music to it and now it's available for watching. За два года проекта, что мы работаем, мы провели два фестиваля на Ровдиной горе и наша идея заключается именно в том, чтобы напрямую сталкивать между собой традицию и современное искусство и, например, в первом фестивале участвовал Александр Kozin. For two years that we have been developing the Rovdina Hill project, we have held two festivals and one of them was with Alexander Kozin and our idea is to collide the modern and the traditional things. The thing is that curators from the city spare local rural residents from the impressions of modern contemporary art, whereas we decided not to do that. We kind of exposed local residents to the contemporary art. Александр Kozin performed a contemporary dance during 15 minutes in complete silence and the effect was fascinating. The first minutes they looked at absolutely crazy and normal. The first minutes they looked at the audience and the first minutes they looked at the audience of the existing music and the rhythm of the movement and the rhythm of the movement and the 15 minutes applauded with great pleasure. of the movement during the first minutes people were shocked during the next five minutes some people left the site but those who stayed and watched the performance till the end they were immersed into the atmosphere of that silent dance and by the end of the performance in 15 minutes everyone was applauding. That's the idea the main idea of our project to expose the rural area to the practices of the urban area so that they know each other and don't look at each other as mad. In future we are planning to create guest house. We are planning to have a guest house in this garage in this garage in the village of the Ravdina and we are planning to arrange festivals and other events in this garage at Ravdina Hill place. For example next year we would like to host a garage gig with the symphony orchestra. And I'm absolutely certain that most residents of this village will listen to the orchestra for the first time in their life. Well, the main movement of our project is our friends and volunteers. We have a big festival background. We have participated in the organization of many big events and we have a group of acquaintances that allows us to attract friends for the difficult and absolutely unrighteous work on Ravdina and our project is being developed due to active people. Our festival background allows us to know many people who we involve into this hard and sparing work. You can read more information on our website which is available in English and now I would like you to show a few photos and our plans together with Javier. That awful garage which I showed you at the beginning of my presentation looks like this. At the moment there is an exhibition of wooden boats. And together with Javier we plan with Norwegian partners in next year to and construction of traditional wooden boats. Together with Javier and other Norwegian partners we are planning next year to reconstruct and build wooden boats. Here on the photograph our team is building a wooden boat for Rovdine hill village and next year we are planning to make a 3D catalog of wooden boats. next year we are going to build another boat involving young people for them to feel tools in their hands to see how it's built with their hands on not only by images from the internet. and our main mission is to be not just a museum exhibit but it was living boats on which tourists and people and our friends and you could travel along the rivers and rivers and and we would like these boats to be not only museum objects but to be useful and in real life for tourists for guests for friends and you also to be able to use them for sailing around the village that seems to be all thank you so much please come to us we'd be glad to collaborate with you thank you so much for your presentation and for the good news that you are playing some part in the cultural paths definitely I'm going to follow up on these ideas that he just presented with both museums in Arkhangelsk and in Norway there is another boat museum in Gratangen which we are looking at developing an interesting project we're going to be using technology and traditions in a way we can engage the young into making this a reality using photogrammetry techniques to understand the collections and then following on the construction of a boat etc as well as with Carlos to continue with the water weaves project we are looking into the possibility to implement this idea of the zone as a contemplative environmental space in the area of Rovaniemi where there is a wetlands environmental project that has been going on for a number of years and during the symposium it was raised the question of how this environmental exercise could actually welcome an art or an artist intervention and then immediately I thought this is a great opportunity to continue the work and the collaboration with Carlos into implementing and manifesting an artist in residency in these villages that can be then manifested as a public space in a sauna and then incorporate as well of course the textile realities that we were able to manifest in the first part of the exercise so these are projects on the last note because of the territories we are working with and the methodologies etc and obviously now with the coronavirus things actually tend to take a longer time than the usual monthly or two month project takeovers that we are used to in the cities but I think they're very necessary to give time for sensible development of something that can make sense and then areas have very different approaches to work and different priorities as well with these comments as well as the ideas that I'm developing with Irina which are in a very early stage these are things that need to give time for everything to manifest in the most sensible way so that things can be carried on into the future basically and commentary of Haviera that the project which will be представлен Nikolai in Rodin and in will continue with the museum of Arhangelska and of Norsese Grattingen if I правильно услышала the accent will be made on the that will be used technologies and traditions will attract молодежь при строительстве лодок so that this project will be реализован also проект с участием Карлоса касающийся ткачества будет продолжаться но на территории рядом с финским Раваньеми потому что там есть болото видимо именно такой тип местности интересен и во время симпозиума одного симпозиума Хавьеру пришла в голову эта мысль что именно резиденцию надо устроить как раз там недалеко от финского Раваньеми чтобы была возможность сотрудничества Карлоса с местными финскими мастерами в этой отрасли также замечает Хавьер что в данное время с учетом коронавируса проекты теперь занимают больше времени для реализации больше времени требуется но это понятно проект который о котором говорила Ирина он сейчас на начальном этапе его начальный этап был уже сделан он продолжается и для него требуется время для того чтобы он сам в том числе сформировался и проявился большое спасибо я думаю что мы будем заканчивать огромное спасибо всем нашим участникам всем удачи и продолжаем работать и воссоздавать нашу северную культуру большое спасибо 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 all our speakers and participants today we are going to continue and recreate and create thank you very much and thank you for all the speakers and Carlos and Irina and everybody thank you всем пока Bye-bye.